Молитвами Святых Отец Наших и Пророка Ильи, Державного Владыки Нашего, Господи Иисусе Христе Божий Наш, помилуй нас. Аминь. Христос Воскресе, братья и сестры, и добрый день всем тем слушателям, которые будут смотреть Слово, которое милостью Божией хотим вам рассказать. В прошлый раз я вам сказал, что мое обращение к трем категориям людей, к одной категории, мы милостью Божий Слово уже сказали, а именно к хурителям и к нашим ненавистникам, всем тем, кто кулят, помазанника Божия, Церковь Христову. Ныне, с Божьей помощью, хочу обратить Слово, которое, если Бог удаст мне сказать, тем людям, которые считают себя православными. Почему я сказал, считающие себя православными, но не суть таковыми, что оставил под междустрочек. Я всегда стараюсь отвечать за каждое свое слово. И почему такие страшные слова я говорю, что только считающие себя православными, но не суть таковыми. Всем тем, которые вышли из массового предательства, так называемого московского патриархата, Но, разве вы не слышите, о чем говорит, о чем уже кричит пророк Божий Илья, царь-патриарх Зосима? О том, что в МП по распаду царской империи и не было больше церкви поместной. И рассказал почему. Потому что по указу патриарха Тихома 362, русская церковь разделилась на три части. И не каждая из этих частей не может иметь над собой патриарха, а только митрополита, поскольку это не единство, а только вынужденное действие в связи с теми гонениями, которые были на Русскую Православную Церковь. Так вот, задайте себе вопрос, чьи или напоминающие чего, когда вы отделились просто от митрополита, и вы являетесь раскольниками по канонам церкви. Это одна из тех тайн, которые премудрость Божия открывает через помазанника Божия. Давайте еще с вами говорить, какие же еще страшные вещи, открыв Дух Святый через помазанника Божия, пророка Илью, царя-патриарха Зосима. Что же еще он сказал? Самое такое вопиющее. Вам было сказано всем людям, особенно на Руси проживающим, что предстоятель РФ и есть антихрист. Почему же никто не опроверг это? Почему никто не сказал, что не выразил свое согласие? Почему людям, почему вы идете за этими горе-пастырями? Почему горе-пастырями? Да потому что они молчат и не радеют об овцах Христовых, об овечках Христовых, они не заботятся. Но если тебе сказали, неважно кто, он антихрист, и не просто сказал свое мнение, а доказал это на основании слов святых отцов, особенно последнего времени, на основании учения церкви, почему же вы остаетесь безсловесны? Так это же страшно. Весь православный мир ждет пришествия второго Христова, ждет пришествия двух масленных, порока Ильи, порока Иноха, и ждет антихрист, а антихрист придет, и все будет явно. И все думают, как бы мне не быть запечатленным печатью зверя, почему же вы тогда молчите, почему вы не содрогнетесь и не напомнитесь, что время это пришло, и вам уже Дух Святый через свое помазание указал на этого человека. И более того, что я вам сказал, что вы только считающие себя православными, но не суть таковы. Почему? Да потому что воскрещение нарушено. Это же не мои слова, это не слова другого какого-то взятого конкретного человека, не слова и не мнение помазанника Божия. Вы можете его даже за такого не принимать. Но еще Паисий Святогорец давным-давно говорил, что ИННН это скверно, и сравнил его с мочью крести, не крести, это скверно. И это поправляет крещение в той части, где есть печать дара Духа Святаго. Такие слова произносят. И на введении страшного суда Святаго Григория, ученика Василия Нового, было показано, что такие люди будут самыми последними, самыми мрачными лицами и будут гласом от Бога. Почтовое крещение мы нарушили. Так вот это и является, любая документация, это все из присяга сатании, было сказано помазанником Божиим, пороком Ильиеве, царем патриархом Зосимой. Вы не принимаете его таковым. Ну как же, это же страшно, если бы мне сказали, у тебя крещение нарушено, так я бы стал и разбираться, почему. Что такое, в чем здесь неправда. Но вы и есть, по всей видимости, тепло-хладно, или много из вас, вам без разницы. Вы не любите Христа Бога нашего, вы говорите слова о каких-то чувствах к Богу. Вы вам сказали, что вы находитесь в документе с присягой сатании. Вы, считающие себя православными, находитесь в кармане с присягой сатании. Разве вам это, как это вас никак не касается, что ли? Ну если мы неправы, если неправ помазанник Божий, за которого вы не считаете владыку Зосиму, ну хотя бы опроверните. Я обращаюсь к тем ботюнечкам, за которыми люди идут. И к вам, людям, которые идут за такими ботюнечками. Почему вам не страшно? А вы легко покупаете то, что он, то, что Хулу, которую говорят за владыку Зосиму, да, даже говорить не хочу. Но это же обличают и обзывают его как человека. Ну а кто-нибудь один, хотя бы один человек, за его учение что-нибудь говорит? Ведь человек уже так много времени проповедует о Духе Святом. Разве один из ваших горе-ботюнечек, хоть он один, хоть кто-нибудь говорит похожие слова? Хоть кто-нибудь вам открывал такие тайны Христовы? Что в Откровении написано? Что за эту секту массового предательства? Ведь так много людей говорят, что там Хула, там Ерес. Но никто не может сформулировать. А здесь на основании канонов Церкви Дух Божий открыл, что это непоместная Церковь, поскольку Церковь была разделена на три части. Как вам еще кричать, я не знаю. Но вы все думаете, что вам кушать, как правильно молиться, вы еще сами умничаете, друг другу какие-то наставления даете. А как же перед Христом-то? Простите, да и судей праведней, что вы будете предстоять. Как? Ведь Бог же тоже много людей говорил, что вот он пьет с мудрами и грешниками. Никакой аналогии вам не напоминает с Владыкой Зосимой? Мне правда вас жалко. Столько тайн Божих было открыто. Что я вам привел пример за откровение, что этот представитель РФ есть Антихрист? Что за церковь, что она никакая непоместная церковь? Что за крещение, которого нарушено, и присяга сатане являются все документы, которые вы носите в карманах? Я даже дальше не хочу вам говорить, если вы это основное не услышите, что толку вам тогда приводить примеры, что Руи Святая, это есть Ефрем Благословенный, 12-е колено Израилева. Это также очень важно. И что многие пророчества сбываются. И некоторые уже сбылись. Что пророчества Льва Мудрого? Зачем вам об этом говорить? Когда вы самые, когда вы от своей души вообще не печетесь? Если вы считаете, что ты отец за мной присидишь и говоришь там ни о чем, обвиняешь там ни к чему, ну почему вы не можете ничего сказать-то? Может, как-то убаюкивать совесть вы? Вы можете. Но вам уже конкретные факты привели, почему у вас попрано крещение. Это же все святые, многие святые отцы, все прошу прощения, многие святые отцы последнего времени говорили об этом. что крещение, что крещение повреждается, что все люди, которые имеют документы, они не могут быть спасены. Я не хочу долго говорить, простите. Ну а вы, батюнечки, еретюнечки, вам разве не страшно? Я и вот этим хулителям говорил, почему вам не страшно? Как вам-то? Вы, надеявши на себя одежды Христа Бога нашего, Божий, как вам не страшно, что вы столько людей в ад ведете? Слепые, глупцы, слепцы. Вы воистину, слепой слепого победет, вот в яму упадете. Вы ничего доброго не говорите людям, только о том, что нужно запасаться, что нужно делать. Так это вы разве о душе беспокоитесь? Или о теле? Что это там подсказываете? Неужели у вас нет веры? То нужно Богу прежде всего сохранить верность. И Бог уже все остальное устроит, как сам Спаситель сказал, что не заботитесь, что вам кушать, что вам питаться. А вы такие слуховерные, веры и новости рассказывающие, я не знаю, куда вообще. Бойтесь. Это я вам прошу, я к улителям говорил, как это страшно, попасть в руки Бога живаго. И вам говорю, и вас вижу, ботюнящие, которые будете говорить, Господи, а не в Твое ли имя мы тут паству за собой ввели? Не в Твое ли имя мы учили людям поклоняться Тебе? Не в Твое ли имя мы тут людям рассказывали, как молитвы читать? Не в Твое ли имя мы хотели людей уберечь, чтобы они не были подвержены присяге антихриста? И печати антихриста? Но, я больше чем уверен, если не обратитесь, к вам будет глаз Бога Вседержителя. Идите от меня, огонь проклятый, там будет плач и скрежет зубов. Понимаете? Ну, вы ничего не понимаете. Я больше чем уверен. Может кто-нибудь из вас обратится? А вот все эти, Данилы и Встрати, потом кто там еще, Михаила Кочарова, как там у вас, а геевцы? Воистину вас всех ждет очень печаль и вообще жесть жесткая ждет вас. По всей видимости. Бог знает. А я лишь предполагаю. Но это очень страшно. И, наверное, с вами мы закончим то, что хотел сказать основное. То, наверное, сказал. И хотел бы обратиться ко всем братьям и сестрам нашим. Ко всем чадам РПЦ Царской империи, верноподданным помазанника Божия. Возрадуйтесь, братья и сестры. Вы такие счастливые. Мы такие счастливые, что Господь нас привел в Церковь свою последнюю, которую в рта ада не одолеют. Поэтому, как бы нам не было тяжело, как бы нам не было сложно, давайте хотя бы уме вспоминать, что мы счастливые. И мы можем обращаться к Богу Отцу. Почему? Да потому что мы стремимся сохранить тело Христово. Хотим сохранить веру православную. Ведь нас считанные вообще по пальцу можно перечитать, да, образно говоря, если брать в соответствие со всем миром. Но ведь это так дивно и славно. И да поможет нам это перенести и все те искушения, которые будут нам Господь попускать. А мы бы не должны закаляться и крепиться, ведь все, что нас не убивает, должно делать нас сильнее во имя славного, дивного спасителя нашего Иисуса Христа. И помнить, что без Голгофа Господь наш Иисус Христос не воскрес бы и нас не спас бы. Так если Спаситель наш, Бога Учитель наш, Бог пошел на Голгофу и претерпел все сихи страшные мучения, у Матери Божьей оружие через сердце прошло, так разве будем ли мы тогда чадами Христа Бога нашего, если мы так же нас с ней не постигнет? И раньше, если мученикам столько приходилось претерпевать, нам нужно только одно, не принимать систему эту сатанинскую. Вот и все. И стоять в верности до смерти. Сами мы не можем этого всего сделать, но мы имеем такого милости в Божественном Учителе, который изреклась и причистыми стыдствами просить и даст вам, ищите и обрящите, толците и отверзится вам. Вот и мы грешные и непотребные будем выпиять к Богу. Что Господи, мы не вознесли руки наши к Богу чуждему, не последовав а мы лживым пророком ни учений, ни еретических и держимся, но тебе единому верность хотим сохранить. Это так дивно и славно пред Богом Отцом смотреть на тех людей, которые желают верность, сохранить верность Богу и защищать тело и кровь Божественную, которые Сын Божий на кресте пролеял. Как это дивно и славно перед Матерью Божией, когда мы вот так вот будем с вами подвязаться и стоять в вере до последнего нашего издыхания. Помоги нам всем, Христе Божий наш, вводи, Господи, милость Твоя на нас, я окажу повахом на Тя, на Тя, Бог Господи, повахом, да не посадимся во веки. Аминь. Спасибо, Господи, братья и сестры, мужайтесь, с Богом.